Дом культуры в селе Кременчук в этом году отремонтируют, заменят крышу, обновят фасад и проведут отопление. Клубу 65 лет. За все это время там ни разу не было ремонта. Яна Раховская с подробностями. Дом культуры в селе Кременчук местные называют клубами. Как в любом подобном заведении, здесь есть свой дресс-код. Весной, осенью и зимой вход только в теплой одежде. Артисты в шапках, зрители в перчатках. В ДК сейчас холоднее, чем на улице. Мы привыкли, мы уже даже не представляем, как это будет тепло. Мы привыкли, мы уже эту форму одежды знаем свою. Дети тоже привыкли. Вот все сценические номера выбираем, чтобы они были такими веселыми, задорными, чтобы согреться. В Доме культуры отмечают все праздники. Чтобы зрителям было комфортнее, на сидение в зал Елена Ивановна даже чехлы сшила. Но теплее от этого не стало. Сколько лет в Доме культуры нет отопления, местные и не вспомнят. Зато расскажут, как хорошо здесь было раньше. Когда и фильмы индийские крутили, и вышивать учили, пели и танцевали. Сейчас в ДК народу приходит в разы меньше. Но это место по-прежнему главное в селе. Молодежь, взрослые хотят каких-то развлечений. А куда? Идут все в клуб. Это центр, сердце, села. Ну и, конечно, здесь можно и отдохнуть, и поговорить, и встретиться, и какие-то вопросы решить. Дому культуры 65 лет. За все время больших ремонтов здесь не было. Работники своими силами где-то подкрашивали, что-то подшивали. Сейчас нужно менять крышу, обновлять фасад и делать отопление. Ремонт здесь начнется уже на следующей неделе. ДК приведут в порядок за счет средств фонда капвложений. На 22-й год заложили за счет фонда капвложений миллион 60 тысяч. Первый у нас в прошлом году был ФАП, тоже фонда капвложений, но там сумма, конечно, была меньше. И третий объект у нас идет под фонд капитальных вложений, аточные сооружения. Там тоже сейчас согласовываем все нюансы. После основных ремонтных работ в Доме культуры жители, наконец, смогут исполнить свою мечту. Из кладовки планируют сделать зал для аэробики. Почему именно аэробика? Для кого? Ну так вот хотят люди уже такого зрелого возраста где-то заниматься, где-то участвовать, общаться. Самое то место, да? Да, и самое то место. Вот прямо вот оно все... В центре села. Осенью селу исполнится 82 года. К этому времени как раз и завершится ремонт Дома культуры. Так что праздник в этот раз жители села отметят по-настоящему в теплой атмосфере. В прямом и переносном смысле. Яна Раховская, Леонид Мостак. ТСВ.